День Конституции, которую мы сделали, ЛДПР сделали. Это Ельцинская Конституция. Если бы не ЛДПР, Конституции бы не было. В чем беда Ельцинская? Но он во первом смысле это ценил. Он мне генерала присвоил, чиновники замотали. Я полковник, он дал генерала, чиновники замотали. То есть он молодец в этом плане. То есть Конституция была принята только благодаря поддержке избирателей ЛДПР. Все, кто голосовал за ЛДПР в декабре 1993 года, эти же голоса засчитались за референдум по Конституции. Вот почему нам не мешали. Вот почему были нормальные свободные выборы. То есть они могли помешать ЛДПР, но они понимали, что только я буду агитировать за Конституцию, а Ельцину нужна была Конституция, иначе он нелегитимный. Все. То есть это мне помогло. Катастрофа. Одну Конституцию остановили, новую не приняли. Кто примет? Я. Обратился к народу, они видели, что я за нее. Они стали мешать. Полный эфир. Каждый день в эфире, в эфире, в эфире. Не мешают. Все. Победа ЛДПР. А на выборах стали уже косить. Все. Конституция принята, Жириновский не нужен. То есть как бы уже им не нужно было ничего. 99 имписьма. Нужен. И вот уже старик совсем заболел. В благодарность ничего. А в прессе пишут, ему заплатили. Дайте, я возьму. Ничего не дали. Ничего не дали. А он, наверное, я ему заплатил. Где заплатил? Дайте. С удовольствием его взял. Ничего не дали. В этом смысле это мошенничество. Мошенник, он в чем мошенник? Он обманывает. Он не дает. Я тебе дай деньги, я тебе квартиру сделаю. Деньги взял, квартиру не дал. В этом же мошеннике. Так и тут. Мол, имписьма не поддерживаете. Хорошо. Так ничего не дал. Мог дать. Мало того же не дали. От выборов отстранили. То есть двойное мошенничество. Двойное. Но в прессе проходит до сих пор, что я все получаю. Что я получаю? Это моя позиция.